I have lost my keys. Tom has arrived home. We have bought a new car. Все эти предложения объединяет одно. Present perfect. Настоящее совершенное время. Let's start. Для начала рассмотрим построение present perfect. На первом месте мы поставим на счет действующее лицо, затем добавим вспомогательный глагол have или has и третью форму глагола или окончание иди. Например, done или worked. I have cleaned my flat. Sarah has bought a present for me. Как видите, нет ничего сложного. Have, has и плюс третья форма глагола или окончание иди. В разговорной речи очень часто сокращаются вспомогательные глаголы have или has. Получается I've cleaned my flat. Или she's bought a present for me. Для построения отрицания мы просто добавим частичку not после have или has. Или сокращенно haven't, hasn't. Например, Where is Alice? I haven't seen her. Я ее не видел. А для построения вопроса мы просто наши вспомогательные глаголы have или has вынесем на первое место. Например, Have you seen Mike? Has she paid her bill? А теперь самая интересная часть. Когда же мы употребляем present perfect? Первое, когда мы говорим о чем-либо опыте. Например, I have been to Italy. Я был в Италии. То есть это мой как бы жизненный опыт. Очень часто, когда мы говорим об опыте, мы можем употреблять такие слова, как ever, когда-либо, или never, никогда. Have you ever met anybody famous? Ты когда-либо встречал кого-нибудь из знаменитостей? I have never met anybody famous. Я никогда не встречала никого знаменитого. Второй случай использования present perfect. Когда мы говорим о действии, которое произошло в прошлом, но мы не говорим, когда именно. То есть без указания времени. Например, Kim has got married. Kim вышла замуж. То есть действие произошло в прошлом. Но мы не говорим, когда она вышла замуж. Вчера, месяц назад, год назад. Мы не указываем время. Kim has got married. Здесь мы употребляем такие слова, как just, только что, или already, уже. Например, I've just woken up. Я только что проснулся. Или she has already woken up. Она уже проснулась. И третий, основной случай употребления present perfect, это когда действие началось в прошлом и до сих пор продолжается. Например, he has been a policeman for 20 years. Он уже полицейский на протяжении 20 лет. То есть действие началось в прошлом. Он начал быть полицейским 20 лет назад и до сих пор продолжает быть полицейским. В этом случае мы можем употреблять такие слова, как for, на протяжении, или since, с каких-то пор. Например, I have known them for 6 years. Я уже знаю их на протяжении 6 лет. Или I have known them since 2008. Я знаю их уже с 2008 года. И на этом все. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Bye-bye! Субтитры создавал DimaTorzok